МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Недавно китайские учёные заявили, что приступили к созданию сверхчеловека с самым высоким в мире IQ. Для этого они взяли образцы ДНК умнейших людей Земли. И теперь планируют выделить гены, отвечающие за интеллект. Их соединят в одном эмбрионе, который потом поместят в материнский организм и будут ждать рождения гения. Так существует ли на самом деле ген гениальности? Правда ли, что гениальность почти всегда граничит с сумасшествием? И научится ли человечество создавать гениев? Гений. Само это звание редко кому присваивалось при жизни. Их вообще мало. За всю историю наберётся не больше 500. И пока человечество так и не пришло к единой формулировке. Кого считать гением, а кого нет. Я считаю себя здоровым человеком. И отец мой здоровым человеком был. А гений – это что-то какие-то, как мне кажется... Я думаю, что гений – дедушка мой Борис Покровский. Парадоксальное нему сегодня. А я вот Чехова к гениям не причислю. Но это мой любимый писатель. А Достоевского и Толстого причислю, но они гениальные графоманы. Она тут гениальность. Она там и от пьедестала до жёлтого дома, там, две минуты пройдет. Говорят, что гении рождаются один раз в столетие. Некоторые учёные давно бьются над тем, чтобы опровергнуть эту теорию. Так возможно ли сегодня искусственно увеличить частоту появления гениев на Земле? Удастся ли китайский эксперимент по созданию сверхчеловека на основе отобранных умных ДНК? Большинство специалистов во всём мире относятся к этому скептически. Манипуляции на человеческом геноме осуждаются церкви и правительствами многих стран. А в большинстве законодательных актов вообще содержится прямое указание на запрет с экспериментами на эмбрионе. Генетики усиленно ищут ген гениальности уже не одно столетие. Мировая история помнит множество экспериментов по созданию фабрики гений. В Германии хотели получить чистую арийскую расу. В США – гениальные копии нобелевских лауреатов. В СССР – совершенных советских людей, строителей коммунизма. Все эти эксперименты с грохотом провалились. Из раза в раз они подтверждали лишь одно – гениальность нельзя передать по наследству. Толстой один. Сколько у него потомков. Многие из них незаурядные личности, много добивались. На теме таких ярких личностей, равных по весу личности самого Льва Николаевича, в общем-то, особо и нет. То же самое отношение потомков Пушкина и так далее. На детях гений природы отдыхают. Я знаю прекрасное ответное отворожение, которое, по слухам, принадлежит Андрею Кобзону. А дети гениев отдыхают на природе. Я думаю, это тоже хорошо. Однако в середине 90-х прошлого века учёные опровергли и эту теорию. Оказалось, что гениями всё-таки рождаются. Исследование гена ДРД-4 привело к совершенно неожиданным результатам. Выяснилось, что у него есть две формы – короткая и длинная. Первая встречается почти у каждого. Носистые длинные формы имеют большие показатели по такой черте темперамента, как поиск новизны. То есть человек, который хочет встряхнуться, тянет к чему-то новому, к острым ощущениям, импульсивным. Редкая длинная форма ДРД-4 дала этому гену имя и сделала его знаменитым. Ген авантюрности или ген Давичи. Наиволее ярким его носителем был Михаил Ломоносов. Учёные полагают, именно этот ген в ответе за тягу к знаниям, под давлением которой будущий великий учёный пешком добрался из Архангельска до Москвы. Что касается гена гениальности, я бы, конечно, ни в коем случае не говорил, что существует один единственный такой ген, который можно найти, который отвечает за гениальные какие-то признаки у человека. Но, безусловно, можно сказать, что есть наверняка целый ряд генов, работа которых существенно влияет на работу мозга. Но вот что удивительно. Открытие гена Давичи приблизило учёных к разгадке феномена гениальности и одновременно отдалило от конечной цели. Оказалось, что носителями гена Давичи могут быть не только обладатели импульсивного темперамента, но ещё и алкоголики, а также психически нездоровые люди. Разрабатывалось два полюса проблем. Генетика помешательств, генетика психических заболеваний и генетика гениальности. Приискали, нет ли каких-либо психических болезней, которые приводят к озарению, к повышенной работоспособности и к открытиям в той или иной сфере деятельности. Когда гениев начали тщательно изучать их менее гениальные коллеги, учёные-генетики, биологи и психиатры выявили странные закономерности. Люди со сверхспособностями всегда вызывают подозрения в неадекватности у тех, кто с ними сталкивался в повседневной жизни. Я не думаю, что есть ген. Я думаю, что звёзды складываются. Так и судьба. Может быть, раз какой-то ген учёного Перелимана, который позволил ему отгадать фиктеорему Ферма, а потом другой ген, который позволил ему отказаться от лимона долларов. То, что гений есть отклонение от нормы, это совершенно очевидно. Как правило, у этих людей очень большую проблему имеет сектор, который заведует связи с внешним миром. Они очень эгоцентричны. И это абсолютно объяснимо. Это не потому, что они плохие. Это такое строение у них, у них такая психика. Они так видят мир. Артист Геннадий Хазанов рассказывает, что ему посчастливилось в жизни встречаться с гениями. Гениальным артистом был Евстигнеев. Притом, что у Евгения Александровича, скажем, не было кругозора литературоведа или философа. Артистом был гениальным. Это какой-то голос свыше. И он, как приемник, ловил это и через себя пропускает, трансформировал. Для кого-то гениальность – дар божий. Для кого-то – титанический труд. Наследственность тут играет незначительную роль, утверждает писатель Сергей Афонькин. Гениальность – это 5-6% какой-то наследственности. И даже если у человека очень хорошие наследственные данные для занятий той или иной деятельности, то без серьезных усилий в этой области вряд ли он чего-то добьется. Знаменитый детский сказочник Ганс Христиан Андерсон сам признавался, что не умеет писать сказки. Эта работа требовала от него неимоверных усилий. Он переписывал каждую фразу по 10 раз, просиживая за письменным столом по 20 часов в сутки. Сам при себе писал, что он пахал как трактор всю жизнь. Действительно был очень работоспособный. Усердно работать, чтобы развить свой интеллект и хотя бы немного приблизить его к уровню гения. В этой теории понятно все, кроме одного. Как определить, в какую сферу направить свои усилия? Ученые утверждают, добиться высочайших результатов можно только посвятив себя какой-то одной сверхидеи. Идет лечь о гениальных спортсменах, о гениальных художниках, писателях, гениальных конструкторах. Когда все усилия направлены на что-то одно, естественно, все другое не развивается. Именно поэтому я сомневаюсь в объективности понятия о том, что у гениального все гениально. В 20-м столетии Владимир Маяковский стал великим поэтом революции. Никто и предположить не мог, что этот гений был неграмотным. Еще с детства он страдал дислексией. Это заболевание вызывает задержку в развитии способности читать, писать и запоминать орфографию. Примерно в это же время весь мир рукоплескал еще одному гению – 26-летнему физику Альберту Эйнштейну. А ведь каких-то 15 лет назад его считали недоразвитым. Он заговорил только в 7 лет, и то только короткими фразами. А за неуспеваемость его выгнали из гимназии. Так кто и как должен был тогда определить, что перед ними не отстающие в развитии Туньяццы, а будущие гении современности? Все, что окружает нас сегодня, создано невероятным прорывом разума гениев. Именно благодаря их IQ мы не сидим в пещерах у костра. Но какова цена, которую приходится рано или поздно платить обладателям сверхспособностей? Самоотречение, изгнание, болезни, одиночество и безумие. Вот лишь неполный список наград гениев. Четыре года маленький Моцарт сочинил свой первый концерт для клавесина. И сразу после этого минуэты, сонаты и марши начали рождаться один за другим. При этом гениальный мальчик постоянно жаловался на страшный шум в голове. Эти звуки сводили его с ума и в конце концов довели до маньякально-депрессивного расстройства. В середине 20-го столетия английский психолог Хевлок Элис проанализировал биографии многих знаменитых людей. Выяснилось, что почти половина из них страдала подагрой. В их числе Юлий Цезарь, Иван Грозный, Пётр Первый, Борис Годунов. Гиперурикемия или подагра – повышенный уровень содержания в крови мочевой кислоты. Это вещество откладывается в суставах и вызывает острый артрит и образование подагрических узлов. Подагра – очень благородное заболевание считалось, потому что причиной – красное вино, мясо. Вообще, кстати, существует точка зрения, что обезьяны стали превращаться в человека, только стали есть жирное мясо. Конечно, благородством подагра никого не наградило. Напротив, эта болезнь доставляла страшные мучения. Пытаясь отвлечься от невыносимой боли, великие подагрики с головой погружались в работу. И вот что удивительно – их трудоспособность значительно повышалась. У Толстого креницевый сонат за одну ночь была написана. У Пушкина периоды творчества очередовалась депрессия с вспышкой активности. Неожиданно профессора Элиса осенило. А что, если своей гениальностью эти люди обязаны именно подагре? Долгое время вот эта связь, которая была статистически достоверно как бы утверждена, она оставалась достаточно таинственной, было не очень понятно, в чём тут дело. В 50-х годах 20-го века в загадочной теории о великих подагриках была поставлена точка. Учёные выяснили – мочевая кислота по структуре схожа с кофеином и теобромином. Концентрация мочевой кислоты у гениев в 20-30 раз превышает нормальную. Именно поэтому у них беспрерывно происходит стимуляция мозговой и физической активности. Подагров, как раз, этой мочевой кислоты очень много, поскольку у них нарушена ферментативная система, которая нормально и быстро эту мочевую кислоту перерабатывает. Именно шум в голове, доведший Моцарта до психического расстройства, помог юному музыканту стать гениальным композитором. Избавиться от мучительных звуков удавалось лишь после того, как он записывал их в виде партитуры. Я никогда не смогу понять, как в голову Моцарта, например, приходили эти мелодии, или в голову Бетховена, или в голову Чайковского. Ну как это? Конечно, это абсолютная гениальность. Любая гениальная интуиция – это всегда какой-то улёт, выход из традиции. И в этот момент человек безумен на какое-то время, и именно благодаря этому он откуда-то приносит нечто, чего не было никогда перед нами, перед нашими глазами. Рамиль Гарифулин – практикующий психотерапевт. Среди его пациентов немало выдающихся людей. На основе своего личного опыта врач пришёл к интересному заключению. Гениальность, как таковая, она возможна только при условии безумия, при условии сумасшествия. А как же быть? Как же возникнуть к новому? Как же вырваться из традиционного восприятия? Только на основании безумия. Психотерапевт Гарифулин убеждён – лишь выплеск своих гениальных и одновременно безумных идей помогает великим художникам, писателям и учёным выживать. Если бы Достоевский не занимался литературным творчеством, то он бы точно уже заболел сильно психическим заболеванием. И благодаря сублимации, благодаря тому, что свою психотравму, свои конфликты, свои неврозы, депрессии он выражал в своих произведениях, он таким образом лечился. Скольким людям так и не удалось реализовать свою гениальность, остаётся только догадываться. По статистике, один человек из тысячи имеет потенциальные задатки гения. Но лишь один из ста тысяч сможет обратить на себя внимание. А общего признания добьётся всего один на десять миллионов. Вероятность получить звание гений ещё меньше. Быть может, им станет именно тот, кто откроет этот таинственный ген гениальности. Редактор субтитров А.Сёмкин